Здравствуйте, с вами Анна, администратор сайта Винтерфорой. Сегодня продолжу рассказывать занятия йогой для сидячих работников. Полный перекрут. Сесть на пол, вытянув ноги прямо перед собой. Теперь, потно прижав ее подошву право, надег внутренней стороне левого бедра. Потянуть левую ногу. Таким образом, чтобы можно было ухватить руками лодыжку левой ноги. И далее, перенести левую ногу через право колено и полно переться ступню в пол. А левой рукой прочно переться в пол позади себя. Перейти правую руку через левую ногу и крепко хватиться за право колено. Медленно повернуть корпус иголу налево, насколько возможно. Левую руку хватиться за правую сторону поясницы, помогая крутящемуся движению. В таком положении сосчитать до 10. Вот перед вами вид сзади, краневого положения. Заметить, что голова повернута только далеко влево, а левая рука придерживает поясницу. Вернуться в положение. Изображены рисунки 28. Переезжать секунду и повторить поворот. После второго поворота хватить рукой левую лодыжку и поставить ногу обратно перед собой. Вот так поставить ногу после второго поворота. Вытянуть впервые ледовую ногу, как показано. А затем правую ногу. Проделать аналитичное движение в обратную сторону. В предыдущих указаниях заменить слово левое на правое. Вот перед вами показано крайнее положение повторного поворота вправо. Проделать полный перекрут два раза в каждую сторону. Полезное действие полного перекрута. Выполнение упражнения йоги основано на трех главных видах движений послоночника. Во-первых, это выдебание позвоночника наружно, как и в предварительном растягивании ног. Во-вторых, выдебание позвоночника внутрь, как в выполнении упражнений кобры лук. И, наконец, крутящиеся движения позвоночника по спирали при полном перекруте. В этом упражнении с наибольшей силой проверяется запытательность сегодня в создании замков и растягивания. На рисунке 29 дров берется в замок поясничную область спины. В результате чагул средний и верхний участка способны перекручивать и растягиваться относительно этого замка. Такое вращательное движение обеспечивает самое быстрое ослабление позвоночника и всех упражнений УДИ. И поэтому сидящему работнику настоятельно рекомендуется отстроить это упражнение и тщательно его выполнять. А теперь несколько полезных советов по выполнению этого упражнения. Эти положения показаны на рисунке 26. Вот в этом положении. У вас возникнут затруднения при сохранении, вновесии, если в это ввозить, испытывая чрезвеное напряжение, нужно решить ввести левую ногу несколько дальше от правого колена. Не забывать упирать слухов по позади себя, как на рисунке 27. Позиция показана на рисунке 28. Вот в этой позиции. Нужно внимательно следить, чтобы правая рука проходила над древним коленом, не вокруг никого и не перед ним, а именно над ним. Если я вам не отдаю своего понятия этого движения без неприятных ощущений, можно последовать совету от начальника позиции на рисунке 26, то есть отвести левую ногу дальше от правого колена. Это значительно легче переноса руки, то в то же время ослабит интенсивность замка. А ведь чем крепче замок, тем больше пользуются от упражнения. При выполнении и заключительном движении показаны рисунке 29. Вот это вот движение. Необходимо следить, чтобы голова была повернута в сторону до отказа. Это необходимо для завершения спирального поворота и включения в работу шейных позвонков. На рисунке 30 наглядно показано, как рука придержит поясницу, помогает в выполнении крутящего движения. После того, как сочетать до 10 в этой крайней позиции, опустите руку обратно на пол, позади себя, развините вперед, отдохните несколько секунд, а затем повторите поворот. При этом очень важно, чтобы вы выходили из этой позиции именно так, как показано на рисунке. Разумеется, гораздо легче при неближней коментации мне не плюже выскочить из экрана упражнения. Однако не все это забывать, что при выполнении и упражнении лоди перед нами стоит цель защитить все движения с максимальным чувством в стиле, грацией устойчивости, так, чтобы они выполнялись, вызывали в вас ощущение танца. Для оценивания этого замечательного упражнения важно приобретать, может потребоваться несколько дней, так как оно включает в себя целый ряд движений и, по сути дела, является самостоятельным комплексом. Но ваши усилия не попадут впустую, ведь отработав это упражнение, вы сможете выполнять его всю вашу жизнь. Каждый раз, когда вы почувствуете застой мощи расслабления и склонность позвоночника, вам институт закончится выполнять это упражнение для расслабления. Полное перекрутое является серьезным упражнением и предназначенным выполнением домашних условий. Далее мы рассмотрим более простые движения поворота, которые могут выполняться и на работе. С вами была Анна, администратор сайта Winterfollow. До свидания, до новых встреч.